К борьбе со снежной стихией готовы. Экстренные службы Белгорода отработали действия в чрезвычайных ситуациях, связанных с заторами на зимних дорогах. О тех, кто спасет из снежного плена, расскажет Диана Калединова. Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил в начале девятого вечера. Первое, что делает диспетчер, узнает у очевидца подробности случившегося и направляет все экстренные службы к месту происшествия. По легенде, из-за наледи на дороге водитель не справился с управлением и врезался в дерево, ветки которого оборвали провода линии электропередач. Машина загорелась, пассажиру удалось покинуть салон, а вот автовладелец остался в железном плену. Спасателям пришлось срезать крышу. На месте, помимо аварийной спасательной группы, работали пожарные, энергетики, медицинские работники. В это время госавтоинспекторы обеспечивали быстрый и беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб и выясняли причины ДТП. Двух пострадавших своевременно направили в медучреждение. В ходе учений проверили реагирование экстренных служб на всех этапах – от информирования до принятия мер на практике. Поисково-спасатели отряд и вспомогательные средства справились отлично. Каждое происшествие влечет в собой действие не одной организации, а нескольких структур. Для того, чтобы своевременно, оперативно направить к месту происшествия все службы одновременно, непоследовательно, для этого мы отрабатываем данное учение. Я считаю, мы добились понимания взаимодействия в практических условиях. А это уже второй этап учений. В этом году спасатели будут помогать коммунальным службам в очистке снега на крупных трассах. Перед выездом госавтоинспекторы провели инструктаж. Все сопровождение состояется с пробесковыми маячками, с применением специально громкоговорящего устройства. Маршрут движения пролегал от кольца на Карачанской по улице Студенческой до кольца с памятником Каменотесу. Впереди транспортные колонны, автоинспекторы, затем спасатели и три снегоуборочные машины управления Белгорблагоустройства. Пока это только генеральная репетиция, но совсем скоро зима вступит в свои права. На борьбу со снежной стихией управление Белгорблагоустройства готово направить 40 единиц техники и около 400 сотрудников. Уже разработаны маршруты по расчистке снега в городе. Коммунальщикам помощь спасателей необходима. В этом году планируется применять машины сопровождения для того, чтобы не нарушались колонны и машины-автолюбители не вхлинивались в рабочее звено. Данные меры позволят нам ускорить уборку, производить ее более качественно и в свое время. Уже сегодня в областном центре ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах гололедится. Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными. В случае экстренной ситуации звоните на телефон службы спасения 112. Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова